Всем привет, с вами Хома-сан, и сегодня у нас новое видео. А видео это будет довольно забавное, и не помню, чтобы я у кого-то видела, но может быть всё в жизни. Так, сегодня я покажу вам свои группы ВК. Либо создала, либо которыми я управляю по какой-либо причине. Ну что, давайте приступать, чего медлит-то? Здесь будут появляться разные скрины, чтобы вам было удобнее всё это представлять. Начнём с моей первой группы. Первая группа – это группа, которую я активно веду, HomoArt, в которой как раз-таки я постоянно туда что-то пощу, туда постоянно вас зову, между прочим. Кстати, если что, ссылочка будет на неё в описании. Да-да-да, подписывайтесь, проходите. И там довольно весело и прикольно, потому что там я делюсь своим творчеством в основном. Есть вот этот портретик Купленова. С бухты-барахта я его решила нарисовать, а у нас в Телеграме проходит еженедельный арт. Если кратко, то Ёжи-арт. Вы можете присылать фотографии себя, своих питомцев, своих каких-то кумиров, и мы будем их рисовать вместе. То есть, кто захочет, тот нарисует. Ну, а я обязательно нарисую. Пойдёт и в Телеграме опубликуется, и опубликуется в группе ВК. Кстати, там есть отдельный альбом, который называется «Солнышки и я», в который, как раз, вы можете публиковать свои работы сами. Вторая группа – это «Лавида Лавида». Это группа моего друга, очень классного художника, который сейчас активно занимается 3D-моделированием. Поэтому, ребята, переходите на неё. Ссылочку я тоже оставлю в описании. Она очень классная, прикольная. Там есть куча разных его артов, работ. Вообще шикарно. Воробей, привет. Волонтёры гимназии номер 9. О-о-о-о. Были времена. Началась в гимназии номер 9. Гимназия звучит только круто. На самом деле, это просто обычная школа, по сути. Я в какой-то момент вступила в ряды волонтёров. У нас была управляющая психолог, и мы вместе с ней придумали какие-то разные штуки, постоянно участвовали везде. Ну и понятное дело, что пока ты в волонтёрах, тебе учителя меньше приколёбываются, потому что, ну, ты же занимаешься какой-то деятельностью. И поэтому я могла спокойно прогуливать уроки, скажу честным. И, в принципе, у меня есть весёлая история насчёт как раз-таки волонтёрства и всего этого. В одном моём видео «Фото и истории 1». Четвёртая группа — собаки и ангелы смерти. В детстве взяла себе прозвище «Ангел смерти». Ну, я была такая, она была неформалкой. И узнала, что есть собаки, которых называют ангелы смерти, и создала им отдельную группу. И даже туда кто-то что-то запостил на счёт этих собак, и я даже не знала об этом. Вот так вот. Клуб Пушкиняна. Это сообщество моей бывшей одноклассницы, в котором она писала рассказ. Очень классный, длинный. Мы помогали ей там его писать. Я была иногда редактором. Я, в принципе, привыкла редактировать всякое. И вот там она выкладывала свои работы. Очень классные. Жаль, что сейчас она, не знаю, пишет, не пишет. Но сейчас мы уже, к сожалению, не общаемся. Эмма, Аватария и не только. Это такая же точная группа, как Эмма и Готта. Там всё одно и то же. И там есть пару фотографий с Эмма, Готтами. И запись о том, что в каком-то году приглашение на аниме-ярмарку. На которую я потом уже только через пару лет сходила. Другие аниме-ярмарки, которые приезжали. Но это то же самое. Просто в какой-то момент тоже такая, типа, блин. Я буду Эмма Готтом. Я буду не Эмма или Готтами. Я буду Эмма Готтом. Потому что она, как бы, я не такая, как все. Боже мой, боже мой. Я не такая же трамвая. Да, трэш. Поиск. Это группа, в которой мы с моей подругой Лёней. Лёнь, привет. Постоянно, ну, хотели искать, типа, себе друзей. Делиться какими-то своими приколами, рисуночками. Вот этим вот всем. К сожалению, не получилось. Там, например, очень много фотографий того, как меня разрисовывали на уроках. Возможно, поэтому я люблю датуировки. Ещё мы туда постили праздники, которые, оказывается, каждый день в мире где-то происходит праздник. И мы решили, будем каждый день отмечать какой-нибудь праздник прикольный. Если рассуждение. Вот тут мы подобрались к очень серьёзной теме, потому что я сначала думала отсюда что-нибудь вам показать. Но я покажу только стих, который я сочинила. Если вы следите за мной за шёрцами, то вы знаете, что я учу стихи каждый день. И вообще я раньше как бы писала стихи, но они довольно либо совсем глупые и смешные, либо довольно личные. И вот один из стихов. Это, знаете, как маленький личный дневник, который решила вести онлайн. Вот. И когда мы стали встречаться с Иханом Лихандричем и стали очень близки, я его единственное туда добавила к себе в группу, чтобы он почитал и узнал меня чуть получше. Удивительно, он всё ещё со мной. Я в шоке, девочки. Что делать? Следующий – это любители спанчбоба. Не спрашивай, там ничего нет. Там просто, ну, группа любителей спанчбоба. Всё. Я не знаю, но я очень люблю спанчбоба, правда. Это весёлая губка. Хотя с возрастом я больше к Сквидриду склоняюсь. Я такая, боже, как я тебя понимаю, чувак. Вольных художников. Я состою в гильдии вольных художников. Это сообщество, в котором состоят художники, психологи, по большей части. Разные творческие люди. И, как бы, там делаются выставки, друг другу помогаются сделать. Там какие-нибудь ивенты вместе сделать. Общество творческих людей. White Soul. Я вообще не знаю, что это за группа. Правда. Я не понимаю, что это там какие-то песенки и, ну, картиночки. А я даже не знаю, что это за группа. Я вообще без понятия, почему она у меня есть. В общем, как-то так. Вот такое вот видео у нас получилось. Вот такие группы у меня есть. Если что, вы можете всех найти в ВКонтакте. Спокойно зайти. Не знаю зачем, но если хотите, переходите. Мне, по крайней мере, было интересно вспомнить, чем же я таким раньше увлекалась. И ради чего я создавала группы. Было довольно забавно. Я думаю, ещё какие-нибудь старые воспоминания подоставать. И, может быть, следующее какое-нибудь видео. Ну, не следующее, а, в принципе, сделаю видео по прочтению своих собственных стихов. Чтобы мы с вами, так сказать, познакомились. Чуть-чуть поближе. Вместо психотерапии просто записываю видосы. Еее! Когда у тебя нет денег. Скиньте на бусте, пожалуйста, денежку. Буду очень рада. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Напишите, например, какие у вас были группы. Для чего вы их создавали. И почему. И с кем. Может быть, какая-нибудь интересная история с этим связана. Подписывайтесь на мой телевизор канал, где мы с вами активно общаемся. И делюсь я, например, вот такими фоточками. Подписывайтесь на мою группу. Вы как? Я уже сказала. Господи, это кто? Иисус? Кто это? Ладно. Это бабочка? Это самолет? Это вертолет? Я не знаю, кто это. Какая-то хуйня. В общем, подписывайтесь на мою группу ВК и просто будьте счастливы. Как-то так. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока-пока. Пока-пока.